Роман «Зелёный шатёр» Среди моих друзей было довольно много диссидентов Людей, которые отстаивали какие-то свои политические позиции И некоторые из них за это довольно сильно пострадали Подруга моя Наташа Горбаневская попала в те годы под принудительное лечение Это было хуже даже, чем тюрьма Она около двух лет провела в специального характера психиатрической больнице для инакомыслящих И вот именно в эти годы было очень многое для меня важное и интересное происходило И роман, который называется «Зелёный шатёр» Он посвящён именно этим годам и тем моим друзьям Которые принимали участие в этом самом зачаточном демократическом движении Которое тогда набирало силу Для меня было чрезвычайно важно рассказать о моих друзьях О людях, многие из которых уже ушли Об их жизни, об их судьбах И роман «Зелёный шатёр» построенный, в общем-то, из рассказов Он был к памяти моим ушедшим друзьям И тем, которые взяли на себя этот огромный труд И огромную ответственность говорить свободно В стране, где свободного разговора быть не могло Роман «Лестница Якова» – это то, что можно было бы назвать долгостроем Долгостроем у нас называются те здания, которые строятся не в год, не в два А на протяжении нескольких десятилетий Роман «Лестница Якова» я начала писать лет 20 тому назад И он очень мне сложно давался Я раз в пять останавливалась Проходило время, я к нему снова возвращалась Потому что я понимала, что эта книжка должна быть написана В сущности, это такое переосмысление моей собственной биографии И для меня чрезвычайно важна была фигура моего деда Которого я видел один раз в жизни И только уже будучи взрослым человеком Я с ним, собственно говоря, познакомилась Познакомилась тогда, когда его уже не было на свете Мне пришлось поднять архивные документы Мне пришлось залезть в архив КГБ Чтобы найти его дело личное Которое было связано, конечно, с его арестами Которых было три на протяжении его жизни И все эти документы на меня произвели огромное впечатление Я очень многое поняла и про себя И про свою семью И, конечно, про свою страну Думаю, что это мой последний роман Потому что еще раз подняться на такую огромную работу Вряд ли я смогла бы Но я рада, что все-таки я его написал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok